Про стоимость заимствования записи из баз Марс в Абис Руслан. Для начала на свайде рассмотрены основные способы доступа к записям. Первый вариант мы только что посмотрели через окн-интерфейс портала Arbicon. Еще хотелось бы обратить внимание на второй режим доступа. Это когда в библиотеке настраиваются армчитатели, которые подключаются к серверу D3950 проекта Марса. В этом случае можно настроить такой режим доступ как не только по IP-адресам в первом случае, а уже по логинам и паролям библиотеки, что и сделано на сайте нашего университета. В этом случае читатели получают возможность доступа к записи Марс не только из стен университета, но и из дома. Ну а также из любой точки сети интернета. Следующий вариант работы с записьми Марса – это заимствование локальной каталога в библиотеке. При этом возможен вариант, когда заимствуется все целиком или загружаются только записи для выпусков, которые есть в наличии в библиотеке. Ну, последний вариант самый интересный, мы рассмотрим его более подробно. Значит, что мы получаем в результате заимствования записей из Марса? Значит, эти записи становятся полноценной частью электронного каталога библиотеки. При этом мы получаем возможность искать не абстрактно по всем журналам, а именно по тем журналам, которые есть в наличии в библиотеке. Но возникают туда затраты. То есть при ручном заимствовании записей необходимо постоянно выполнять поиск новых аналитических записей, их заимствования и доработку в соответствии с методическим указанием библиотеки. А для автоматизации этого процесса необходимо затратить определенные усилия, что является нетривиальной задачей. Для облегчения этого процесса разработана специальная система, аналитика Руслан. Требования для нее достаточно простые. Это наличие обидов Руслан в библиотеке, доступ к базе Марс по протоколу Z3950. Работает в операционной системе ВИН, в базах хранятся в среде СУБД Орока или Майкрософта с Кольсеркой. При этом следует сказать, что есть два режима заимствования. Это автоматический режим, когда все выполняется полностью без участия человека по расписанию. Или автоматизированный режим, когда мы имеем возможность выбрать интересующий нас выпуск журнала, поискать для него статьи, посмотреть их и сделать их заимствование. При этом выполняется обработка записей в соответствии с настроенными правилами. Ну а теперь мы посмотрим вживую, как работают эти программы. Для начала мы посмотрим армоналитику Руслан, которая позволяет выполнять автоматизированное заимствование записи. Перед подключением нам необходимо указать имя и пароль в системе. Также мы должны указать библиотечный логин и пароль, из того, чтобы мы могли выполнять запись в каталог библиотеки. И также мы должны указать свой логин и пароль для подключения к серверу Z3950 проекта МАРС. Подключаемся. И можем переходить на заимствование. В этом поле мы можем вводить название журнала, при этом возникает всплывающая подсказка, и мы уже точно знаем, что мы набрали наше название правильно. После выбора названия журнала мы выбираем год, который нас интересует, 1.2009. И номер. При этом все можно как вводить вручную, так и выбирать из списка, то есть контролируется правильность ввода данных. После того, как мы выбрали конкретный выпуск, мы можем поискать статей и посмотреть, что же получилось. Мы видим, что найдены 12 статей, при этом в локальной каталоге библиотеки их нет. И программа по обучению предлагает нам выполнить заимствование. Для каждой записи мы можем нажать кнопочку и посмотреть, что именно программа предлагает изменить заимствование.